Приветствую всех в новой 44 серии нашего пути до самолета Spaceflight. Позади у нас остались дни с X4, поэтому сегодня вы узнаете, сколько мне удалось нафармить во время этих выходных, но и не только. Обязательно поставь лайк и подпишись на канал, ну а я желаю тебе наиприятнейшего просмотра. Сейчас вы видите первый мой Payday за время начала X4. Как мы видим, организационная зарплата у меня составляет 2 миллиона 151 тысячу, ну и депозит в банке 1 миллион 177 тысяч. На руках у меня 259 миллионов, ну и будет интересно посмотреть, сколько же денег будет под конец X4. Если прямо сейчас открыть Battle Pass, можно увидеть, что я уперся в дневной лимит. Сейчас у меня 53 уровень, но не будем обострять на это внимание. Отправляемся прямиком на центральный рынок для того, чтобы закупить оттуда охлаждающие жидкости. Нахожу лавку, где игрок продавал их всего лишь по 170 тысяч, но чтобы вы понимали, это у нас цена скупа, но к сожалению здесь всего лишь 2 штуки. Ну а это у нас уже в принципе дефолтные цены, 230 тысяч. Игрок продает сразу очень много охлаждайок, поэтому давайте купим у него, ну где-то штучек 200. На балансе у меня остается 210 миллионов, ну и я отправляюсь в свой подвал с вентиляцией, где и начинаю заливать охлаждайку в свои видеокарты. Майнинг-ферма была успешно перезапущена, но и можно идти дальше по своим делам. Вернемся, пожалуй, к моему отелю. Ну и в общем-то, появилась у меня такая мысль, просто выставить по приколу его на аукционе, ну где-то плюс-минус за 1 миллиард. Если что, выставлял я цену в биткоинах, а это где-то 25 тысяч битков. И я прекрасно понимаю, что это большие деньги для такого бизнеса и вряд ли кто-то его купит, но все же, почему бы и нет. Ну и давайте вам покажу финночку за первую неделю. Если что, выходные еще не закончились, но я обязательно вернусь со скрином, где вы увидите полную финку. Чуть позже, а именно вечером, я отправился в риэлторку, ну и по такому большому скоплению людей, вы понимаете, что должен сейчас слететь домик. Ну а если это вставляю, значит домик я словил. В общем-то, слетало у нас целых 4 домика. Я решил выбрать второй по счету дом, потому что первый, ну скорее всего, возьмут многие. И кстати, если что, первый дом это у нас был Вайнвуд, но я 100% бы его не словил, потому что я посмотрел опровержение и там было без шансов. Но в любом случае, беру документы на второй домик, ну и вылетаю сразу к нему. По итогу слетела у нас такая вот экономочка, всего лишь за 150 тысяч. К дому никто не прилетел, поэтому я очень легко его словил. Естественно, закинул опровержение, у меня его приняли, ну и давайте. Отправимся чутка вперед во времени, захожу в игру, ну и первым делом это смотрим шкаф. И честно, я удивился, ибо в шкафу, ну вы сами видите, что было очень много страниц котиков, ну а также с таблетками адреналина. А как вы знаете, сейчас таблетки адреналина очень как нельзя кстати, ибо их использую каждый пейдей во время ловли. Также в шкафу были пару телефончиков, ну и такие дешманские предметы. Скорее всего, бывший владелец этого дома использовал его в качестве какого-нибудь склада. По итогу могу сказать, что я доволен своим уловом, но и также выставляю его на аукцион за целых 10 миллионов. Сделаем шаг, пожалуй, в 1 доллар, ибо дом такой себе. И если честно, не уверен, что за 10 лямов его кто-то возьмет, но тут я ошибался. Так как у меня было очень много котиков в инвентаре, я отправился в подвал своего дома, и из этих котиков там скрафтил антибиотики. Не знаю для чего, но пускай они будут. Мой бизнес с аукциона. Так и никто и не взял, поэтому я решил снова его выставить. И также появилась новость о том, что на работе пилота чутка повысили заработную плату, а именно на 20 тысяч. На этот раз я решил взять в аренду самолет Spaceflight на 1 час. Обошелся он мне всего лишь в 1 миллион. Как обычно, проходим тот самый медосмотр, ну и начинаем первый рейс. Ну и как мы видим, теперь с помощью охранника мы получаем целых 219 тысяч. Умножаем это на 2, и получается, что за один рейс зарабатываем около 440 тысяч. И в принципе могу сказать, что это неплохо. Поработал я ровно часик, и чистой вертами заработал около 7 миллионов. И должен признаться, это вполне неплохой заработок. Так как у меня дом был выставлен на аукционе, а он заканчивался в 2 часа ночи, в это время я спал, поэтому уже на следующий день, когда зашел в игру, я вижу, что на руках у меня было 240 тысяч. Это получается, мой дом продался где-то за 24 миллиона, а может и больше. Уже в воскресенье я снова решил выставить бизнес на аукцион, но на этот раз за 850 лямов. Ну и давайте я вам покажу финку. Возможно, это еще не конечная финночка за сегодняшний день, ибо время у нас всего лишь 17.05, но в принципе плюс-минус вы сами видите, сколько набирается каждый день. Бывает такое, что прибыль у нас почти что доходит до миллиона, а бывают дни, когда она переваливает за 3. В общем-то, такой вот интересный бизнес. И если у вас есть какие-то предложения по поводу его покупки, можете смело писать мне во ВКонтакте. Если мне понравится ваше предложение, то мы обязательно сможем завершить сделку. Переносимся вперед во времени, на часах час ночи, это уже понедельник, а это значит, что x4 у нас закончился. Проверяем состояние счета и видим следующее. Чисто с зарплаты я заработал, точнее нафармил, 122 миллиона, ну а на депозите у меня 68 кака. Снимаем сейчас все эти деньги. Итого на руках целых 418 лямов. В инвентаре у меня также было 170 биткоинов. Предлагаю их также обменять. Ну и в общем-то на руках 425 лямов. Ну и самое главное, берем ларцы организации. Изначально у меня было их 17, ну а сейчас целых 42. А как у вас прошли x4 выходные на Аризоне? КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!